Здравствуйте, меня зовут Елизавета и в моих руках книга Эдуарда Веркина. Эдуард Веркин – автор рассказов и повести для детей и подростков, член Союза писателей России. Книга называется «Облачный полк». Поезд стал замедляться заранее. Город еще не начался, а паровоз загудел, сбросил скорость. За окном пылили коченые кусты. Сквозь покрытую саженную листву умудрялись прорисовываться белые цветы шиповника. Наверное, недавно посадили. Я поспешил в тамбур. Но там уже собралась очередь таких же терапых с чемоданами, баулами и корзинами. Город приближался, и народ торопился, обливаясь потом, окуривая беломором, матерясь и похатывая. И потом кто-то не вытерпел, открыл дверь. Однако прохладнее не стало. Зато внутрь стала пробиваться машинная грязь, и это тоже не очень смутило пассажиров. Все хотели вырваться на свободу из раскаленного вагона, но станции все не было. Долго тянулись промышленные пригороды, элеваторы, трубы и теплообменники, двухэтажные дома дорожных рабочих, кривые уловочки, депо с бесконечными вагонными и распространенными паровозами, много железа, цементного цеха и желтая мать и мачеха, прибивающаяся между залитыми мазотом швопалами. Станция выскочила неожиданно. Появилась проводница и по обыкновению принялась ругать всех на всем. Но никто на нее не обижался, так как у проводницы так принят. Поезд остановился и стал выпускать людей из душных купе и коридоров. Писатель ждал меня на скамейке напротив цветочной клумбы с фиолетовой звездой. Видимо, перепутал меня. Я его сразу узнал. Писателя. Едва он поднял меня навстречу. Здравствуй. Писатель протянул мне руку. Виктор. Дохлый, неумелый корреспондент. Осень 42-го. Исполнил две пленки. Рукопожатие у него было крепким. Вырос. Я тоже. А вы изменились, сказал он. Вы тоже. Мы помолчали. Я разглядываю его. А он меня. Виктор. Одет по-московски. Дорого. Загорелый. В очках. Наверное, от того, что пишет много. Он же писатель. Он со мной еще зимой договаривался. В институт приехал. Письмо туда отправил. Мне, если честно, не очень хотелось с ним встречаться. Он сообщил мне, что он тот самый Виктор из 42-го и хочет услышать. Эта книга довольно интересная для людей разных стереотипов. Она уникальная, универсальная, подойдет любителям военной тематики. Ну и просто тем, кто любит хорошие книги. Всем спасибо, что послушали меня. До свидания.